Является ли голодание для усмирения плоти и других животных страстей? Ну, на мой взгляд, любая победа над физиологией, я ее называю, это победив себе зверя, это не усмирение плоти, это понимание своего организма. На мой взгляд, фраза из Библии «Победи в себе зверя», она, на мой взгляд, трактует так. Пойми, как работает твой организм и будь его управляющим, а не поддавайся ему этому велению. Захотелось тебе пожрать, а ты такой, да, я пожру, я люблю жрать. Ты просто заедаешь, это чревоугодие. Нет, это просто ты ешь, потому что не можешь решить какую-то проблему. Ты ешь. Или, допустим, сексуальный контекст. Там ребенок еще, грубо говоря, не сформировался сексуально, а у тебя там педофильские наклонности какие-нибудь, к примеру. Ты просто должен отдавать себе отчет, что ребенок не созрел. Ну, извини, когда там 18 лет, хоп, уже сюда иди, да, и не важно, что тебе там 50. Природа. Вот, то есть смысл в том, что, на мой взгляд, нужно понимать свои, что ты есть, во-первых, часть этого мира, а во-вторых, что часть этого мира, ты животное, белковое, животное. Вот. И, в принципе, пусть разумное, но животное. Вот с этим подходом, если ты подходишь, ты говоришь, да, я нуждаюсь там в воздухе, в питании, там, в спаривании, там, в сне. Я это нуждаюсь. Но я это делаю как цивилизованный культурный человек, а не скотина, которая там с пола поестна, срет там, где спит, к примеру, там, и так далее, да. То есть нужно быть, ну, скажем, не царем зверей, а властителем своего животного, то есть повелителем его, да, скажем, которое ты говоришь, что надо делать. Разум, воля, выбор. Ты человек, в первую очередь, а во вторую, животное. Вот, на мой взгляд, вот это, победи себе зверя. А уход в голод, опять же, для чего? Что ты хочешь голодом добиться? Почистить организм, раз, да, к примеру. Или ты, наоборот, голодом хочешь показать, что, вот, смотри, я себе сказал, не буду жрать, и я не жарю. О, какой я мощный. А может быть, это гордыня, эгоизм тогда, а? Вот, если, мне кажется, ты просто с питанием, вот, я по себе смотрю. Вот, я сегодня поел, да, там, в 4 часа, все, завтра я, до завтра я не ем, к примеру. Это выбор мой, раз, он обусловлен тем, что я себе там сказал определенную вещь. Я там, допустим, после 4 не ем, потому что... Но это я сказал себе не сразу, когда поменял систему питания, а когда я к этому подошел, я понял, что это следующая ступень. И если, допустим, я 11 группы по питанию скажу, что давайте так делать на второй или третий день, то есть до 4 вы едите вот это, вот это, вот это. А после 4 вы не едите совсем. Я сомневаюсь, что даже половина участников группы выдержит это испытание. А если я им то же самое скажу уже после выпуска группы, вот, допустим, опять же, в 10 группе двое человек так уже зашли за мной сразу. Хотя они только месяц на питании таком сидят, как я. А я с ноября, да. Поэтому я голодаю, ну, можно сказать, это такое, как это называется, забыл-то. Ну, в общем, периодическое голодание, когда мы свыше 16 часов, по-моему, не едим что-то там, да. То есть не меньше 16 часов не едим, в рот не поступает ни пища, ни соки, там ничего, да, кроме воды. Вот. Периодическое голодание, по-моему, так оно и называется. Так вот, это всего лишь следствие того, что мой организм насытился веществами, и он не хочет просто есть вечером, а я ему немножко помог волей и выработкой привычек. Путем небольших проб, ну, там есть несколько фишек в образовании привычек, чтобы свой организм совладать. Так вот, что ты, как ты усмиришь плоть? Ты просто скажешь, я не ем. Но я знаю таких людей, которые сначала держали, а потом скатывались наоборот в обжорство. То есть они сначала говорят, я голодаю. Потом выходят, у меня просто такие были там знакомые, которые обвлекались всякими эти вегетарианскими, там, голодовками, там, вот эти арведы, там, вот это все. Дра-та-та. И в итоге они это делали, потому что их так учение, грубо говоря, сказало, да? И потом я видел, как они обжирались медом, там, булками, там, пиццей, там, и так далее, понимаете? Ну, блин. На мой взгляд, это сначала в одну сторону, потом в другую. С одной стороны, это опыт, да. Ну, на хрена было так жестко? Если можно все это сделать плавно. То есть образовать привычку, ну, уйдет у тебя там на это там не три дня, там, а полгода, к примеру. Но зато это будет плавненько, мягенько. И все равно это выйдет к тому, что ты, допустим, уйдешь в голод, там, как втечешь. Знаешь, в йоге говорят, надо втечь в ассану. Не заставить себя там растянуться и закинуть ногу за голову. А нужно втечь в ассану так мягко, чтобы тебе не было, типа, мол, дискомфортно. Типа, вот смысл йоги в том. Это вот мой тренер говорил по йоге, когда йогой занимался. Вот, на мой взгляд, в привычке можно сделать то же самое. Можно сказать себе, стягануть плеткой себя виртуально и сказать, не жрать, скотина, там, три дня, к примеру. А можно сказать, а давай-ка мы аккуратненько подготовимся к трехдневной голодовочке. Вот так, вот так, плавненько, плавненько, вот тебе план. И давай вот по этому плану мы плавненько, плавненько выйдем на трехдневное голодание. И ты сам не заметишь или сама не заметишь, как, допустим, через месяц, два, три, пять, ты спокойно выходишь в трехдневный голод, а тебе даже там не чешется ни в голове, ни в попе, как говорится. И что это, усмирение плоти или победа просто над ней? То есть победа может быть мягкая, а может быть жесткая. Выбирать тебе. То есть хочешь, ну возьми себя в кулак, заверни, скажи, да, я такая. Или хочешь, подрессируй себя плавненько. Я лично выбираю метод образования привычек Константина Гражданкина, да, то есть который говорит, что вот нужно определенные действия совершать, небольшой промежуток времени, совершать откаты назад и потихоньку идти делать срывы, откатывать назад, потом идти вперед и потихоньку формировать привычку, настолько безболезненно, насколько это получается. То есть так, чтобы втечь в привычку, как втечь масса, но нужно втечь в привычку. Вот на мой взгляд, лучше так. Но если ты хочешь усмирить плоть, ну поэкспериментируй, посмотрим, что из этого выйдет.